Мигги, ой ты моя красавица, вья неси мабеля, оля, 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 вья неси, иди бонжур от ульмонда, бонжур, бонжур, молодец, умничка моя, она думает, сейчас приду, она мне что-нибудь даст поесть, эх, какая она, все-таки обжора, девочка, она так любит тыкву, вообще, вот просто тыкву отварную, я ей даю, она ей, смотрите, смотрите, пришла такая, гладьте меня, гладьте теперь, сейчас уляжется, девочка моя, я работаю тут в теплице, я занята, моя хорошая, она скучает, мы с ней не гуляем, она скучает, моя красатурка, ну, пойдем как-нибудь погуляем. Дорогие мои друзья, сегодня я вам предлагаю очередной влог о моей повседневной жизни, что мы сеем, куда мы ездили, какие цветы мы видели, что купили, что привезла домой, куда посадила, что готовила, потом я, конечно же, в конце видео делала маску, поэтому оставайтесь со мной, проведите этот час вместе со мной, к сожалению, короче, не получается, а поделиться хочется. Хорошего вам просмотра, мои хорошие. А кто это тут ко мне пришел? Кто это? Кто это моя собака ушла? Это кто там тебя зовет? Салюшери! Смотрите, посмотрите, посмотрите, какое небо. Первое марта, первое марта. Миги, но, но, Миги хочет залезть в дом. Доброе утро. Я вам сейчас покажу еще один мой завтрак. У меня, посмотрите, овсяные хлопья, грамм 10 изюма с клюквой сушеной. И я съем вот такое вот яблочко, запеченное, которое я делала вчера вечером. И сейчас настоится моя кашка, и я добавлю сюда ложечку чайного кунжутного масла. Вот такой вот у меня будет завтрак, плюс чашечка кофе. И да, я с сегодняшнего дня, вот сейчас прочитаю инструкцию, хочу начать принимать вовнутрь витамин А, вот ретинол. Вот, привезла из России, сейчас почитаю инструкцию и, наверное, начну с сегодняшнего дня. Вот снимаются две коробки специально для моей подписчицы, для Леночки. Лен, ты там разбираешься во всем этом. Вот показывай, наши французские средства. Вот одно Капистол, другое Байер Жордан. Вот когда я приходила в магазин и говорила, что мне нужно средство, которое бы не окрашивало листья, как буи и бордулеза, они мне посоветовали вот этот картон, посмотри. В принципе, одни и те же свойства у них, как бы, видишь, оно биологически. Вот написано антиодиум. И, значит, он как бы и превансион, и когда уже идёт болезнь. То есть он можно и до того, как, и во время болезни. Вот, и у нас во Франции его как бы ассоциируют вот с этим вот буи и бордулезом. У меня, по-моему, садится батарея. Вот, и смотри, можно всё обрабатывать тоже. И, короче, все фруктовые деревья. Им можно пользоваться с марта месяца. И состав, моя хорошая. Состав, состав. Подожди, где же он состав? Даже я ничего и не вижу. Ну вот они здесь пишут, что здесь есть, посмотри. С2, С13. Это все эти добавки. Так. Короче, здесь написано, что это фунгисит, смотри. Фунгисит этот вот наш. А так вот 80% суфра микронизе. Суфра, суфра, я не знаю, что это суфра. А здесь у нас что в составе? Сейчас поищем. Так, а здесь у нас в составе? Короче, Леночка, я не знаю. Может быть, это не одно и то же. Но, во всяком случае, нам теперь вместо вот этого, вот этого мы уже сейчас и не найдём в магазине. У нас же запретили все химические составы. Продают вот это. И оно по цвету грянет. Оно по цвету вот такое. Поищи, поищи, видите, оно вот такого серого цвета. Значит, здесь меди нет, потому что как бы медь и железо сейчас во Франции, ну, прям строго-строго начинают запрещать. Вот такие дела, мои хорошие. Я тебе показала, ты покопаешься в интернете, так как ты в этом разбираешься. Может быть, ты найдёшь больше информации и мне ещё об этом не расскажешь. Ну, вот так. Обещала, сделала. Смотрите, зацвело тоже у нас миндальное дерево. Вчера ещё прям вообще. Хотела снимать, но думаю, ещё нет рано. А, смотрите, вот там вот птицы летают. Летят, видно они на это. И вы знаете, что они говорят, что это как журавли. Ой, машины едут, я в маске. Они как журавли там или... Не знаю, кто. Огромные. Смотрите, перелетают. Не знаю, видно ли вам будет там. Пусть бы к нам поделали. Ой, а их много. Ой, слушайте, тут прям такие стаи птиц. Сейчас будем ловить, если сможем. Ой, а крик какой. Так интересно. Смотрите, мы будем... Мориса сеет салат, а я вот здесь посею мой эпинарчик, то есть мой шпинат. У нас тут вот баки все. Вот такой шпинатик буду сеять. У меня одна пачечка с прошлого года осталась. Здесь тоже посеян салат. Видите, он уже пошел. И вот здесь тоже... Это со старого года, представьте, салатик зашел. И здесь вот Морис посеял салат еще до моего приезда. И он не хочет сходить. Я думаю, плохие семена. Мы и сип по конточкам или трула. Короче, вот такая у нас погода, друзья. Первое марта. Мои растюшечки, красотулечки мои. Посмотрите, какие. И может, уже становится жарко. Уже нужно открывать противоположную сторону для сквознячка, потому что становится жарко-жарко. Ну, вот это, вот эта герань. Герань. Пеларгошка, которую я вчера купила. Из-за ее листочков. Вот там вот вторая стоит. Девочки, начинают потихоньку свистимые. Смотрите. Вот эта вот пеларгония тоже. Видите, она с красивыми такими листочками. С разноцветными. Вот я ее рассаживаю. Вот я ее черенкую каждый год. Посмотрите, какая красавица. И вот она же там. Очень такая. Молодцы мои цветы, конечно. Люблю я вас. Люблю. Пересадила свою новую пеларгошу в горшок. Послушайте, она шла там возле этого на общей части на семейной. Кто-то бросил, я не знаю, кто сестра его или брат его. А я взяла и подобрала. Вот смотрите, как классно сочетается с цветом самой пеларгошки. Королевушка моя, расти теперь уже. Раз тебе созданы все условия для этого. Умничка моя. Красавица. Ну вот, посеяла я свой шпинатик, смотрите, такими вот рядочками. Его мне хватает, девочки, даже на заморозку. Я потом его прорежу, который мне будет мешать. А который потом свежий я собираю, я его обрезаю, корешочек оставляю, и он опять нарастает. Поэтому раньше я два бака сажала, а теперь нет, только один, потому что очень много. Ну а здесь, вот смотрите, подсыпаю земельку себе на салат. Лучок у нас тут такой уже нарастает. Уже собирать можно. Кстати, можно пощипать и сделать какой-нибудь салатик. Освежить салатик. Слушайте, они никто не едят перо. И вот я хожу, вот брат его сажает, лук. И я потом хожу и собираю перо, делаю всякие пироги, такие с луком зеленым, да, такие с яйцом, заливные такие всякие тарты. Они, боже мой, из чего же это так вкусно? Я говорю, да и спира из лука. Они, да, да вы что, да вы что? Никогда. Сами не соберут перо, я не знаю, почему. Ну вот французы такие. Но когда вот кушают, говорят, что это вкусно. Ну и то ладно. А то б сказали, есть не будем. Ой, тут трава уже зарастает, смотрите, смотрите, сколько тут травы. Девочки, у меня вот здесь вы сидели в том году вот эти большие колокола двухлетники. Наверное, потому что здесь не подведена вода, и мы, естественно, уже в июле вы ничего тут они отсвели, мы ничего не поливали. Ни одного не взялось. Они обычно самоподсевом занимаются. Ой, смотрите, сколько я тут лука сейчас вам нащипаю. Регарда. Девочка, регарда, это смотрите, смотрите. О, сейчас такой, нет у меня свежих помидоров, но у меня есть огурчик, есть вяленые томаты на заморозке, я их достану, и сейчас делаю такой салатик, и яйцо, у меня еще есть вареное уже даже. Так, это вот здесь вот мой соп, я его, ой, там вот смотрите, там много-много, очень я люблю это приправы, сушу, и перемалываю, и делаю такие типа прованские травы, надо будет почистить, прийти. Меги, что ты, Меги начала ходить мне по, по моим посадкам, а ее беспокоят эти перелетные птицы. Вот, я чуть не начала говорить по-французски с мокрым, видите, у меня муж какой-то ружинец. Я сегодня очень поздно встала, вчера смотрела долго кино, другие. И сегодня, послушайте, прямо в 9.30. Уже я как бы не спала, но еще думала, что это 8 часов. Он такой, заходи, дорогая, вставай, уже 9.30. Думаю, ничего себе ты дрыханула, Алла Владимировна. Но зато я себя хорошо сейчас чувствую, неусталой. вот мои хорошие, весна пришла, я же вам всем говорила, что весна придет, вы не заметите. И вот она уже сейчас на дворе с моей розочкой. Вот еще крокус тут откуда-то взялся. Не думаю, что я его здесь схожала. ой, да, сейчас за март месяц сад, конечно, превратится в красивое, уже в такое все зелененькое зрелище. Сегодня ветерок у нас, как тут наша камелия поживает, звездуленька наша, молодец, красавица. Умничка. Цвети, цвети, моя дорогая, цвети, радуй нас. Вон какие веточки. Ой, гортензия, девчонки, ну на глазах выпускает почки. Так, я нас в прошлой неделе синие удобрения добавляла, надо на этой неделе добавить. Может посинеет она у меня. Ну, а этот, послушайте, ну вот-вот вылопливается. Господи, я не знаю, что ей мешает. Что ей мешает, даже не знаю. Как-то очень она с запозданием. Ну, будем надеяться, что зацветет. Ну, и мимоза моя. Мы же уже на следующей неделе мои девочки ко мне приезжают. Ну, вот и неделя еще, я думаю, еще будет хорошо цвести моя мимоза. Все еще все налюбуются этой красотой. Вот такая уже наша терраса. тихонечку преображается. А здесь кусочек остался дырки. Да он так и останется, наверное. Пускай же асьмином зарастает. Скоро акация аж подочнет. Акация очень и очень поздно пробуждается. Позднее шелковицы. Вот, поэтому деревья еще как-то не очень. А вот этот вот мой, я не знаю, этот кактус или как его, смотрите, он весь скоро тоже я купила земли. Хочу немножко разобрать эту землю, немного их пересадить. У меня еще один есть кактус, но может быть чуть-чуть подожду, может еще подкуплю парочку. Вот здесь гиацинты начинают раскрываться. Ну, как-то они, знаете, в этом году гиацинты какие-то хиленькие на улице. Не знаю, в чем дело, что им нужно. там вот крокусы на большой клумбе немножечко выглядывают. Крокусы очень давно не покупала, не подсаживала, надо будет купить упаковочку к следующему году. Ну, вот, мои хорошие, пойду я что-нибудь готовить на обед. Даже не знаю, что курица у меня есть, или курица, а что курица, картошка, только риса нет. Ой, ну посмотрим. Ну, вот, мои хорошие, я сходила в свои морозильники, посмотрите, вот это вяленые томаты, они абсолютно без жира, это просто томаты, посыпанные приправами, немножко соли, сахар там, по-моему, чтобы убирать влагу, это в сушилке я делала. Это я сейчас буду делать салаты с зеленым луком, с яйцом вкрутую, вот у меня яйца сварены вкрутую от наших кучек, и, наверное, добавлю просто зеленый салатик и немножко огурца, муж у меня огурец не ест вообще, поэтому, ну, как хочет, да, и за правду я не знаю, чем, быстрее всего какой-то заливочкой, типа, винегрета, но, хотя, на лук нужна сметана, но мне в любом случае нет, вот, а это, девочки, это у меня пойдет сейчас как бы аккомпанемант, ну, что, гарнир, да, гарнир к моему филе курицы, я сейчас это присолю чуть-чуть, это мои замороженные томаты с нашего огорода, кстати, в март месяц, мне нужно достать семена и посеять штук 10 помидорчиков желтеньких, красные мы будем все покупать, вот это все, это кюрдобёв, это бычье сердце, привитые томаты, поэтому я не буду в этом году, у меня и видели, сколько у меня там пеларгоний в теплице стоит, мне даже некуда будет ставить это все, вот, поэтому посолили, поперчили, травы прованса, щедренько так, да, и я обязательно добавляю сухой чеснок, я люблю сухой чесночек, вот, запах будет, ой-ой-ой, и это все я немножечко, капелечку, буквально с моей вот леечки, драгоценной, вот так вот чуть-чуть, вот смотрите, оливковое масло, вот оно буквально там, может быть и столовой ложки нету, не знаю, очень, очень малый расход, и очень экономный, и самое главное для режима, сегодня пятница, я взвешилась, это моя уже вторая пятница, что я взвешиваюсь, и опять у меня результат ноль, поэтому я так чувствую, что у меня вес заблокирован, и мне нужно сделать какую-то стимуляцию, либо пару дней вообще ничего не есть, кроме вот такого, и мне нужно отказываться от хлеба, потому что я, к сожалению, люблю черный хлеб, и когда он у меня есть в доме, то я его ем. А у нас проросла картошка, это вот картошку, которую мы покупали на крестьянском рынке, в Сенасе, когда мы ездили, вот, девочки, она, эта картошка без нитратов, то есть выращена у человека в огороде, сейчас я ее буду делать в мультиварке вместе с кусочком тыквы, и потом это будет такое на гарнир, как толченое пюре смешанное, картошечка с тыквой. Девчонки, посмотрите, опять яйцо такое странное, такое длинное, такое, и вот у него носик такой немножко как не закрытый, курочка тоже устужилась, что ж там у нее не пошло, ну я бы сейчас сварю, посмотрим, что там в нем. Ну вот такая у меня кардиночка получилась с картофелем, картофель у меня в мундирах, и вот это тыква, и обязательно, девочки, когда делаю картошку, добавляю веточку розмарина, потому что запах придает такой, что, ой, голова крошится, ну все, мои хорошие ставлю на 20 минут, пускай варится. Так, гардир у нас один в духовочке стоит, то есть овощи, второй картошка с тыквой, в мультиварке на пару, а я сейчас, это у меня размороженные два филе индейки, вот, смотрите, я сейчас сполосну, мы на эту тему разговаривали по поводу мяса споласкивать или нет, ну что, девочки, если это мясо, я покупаю, оно свежее, то я ничего не полоскаю, то есть, если мы его купили в лавке, то я его таким образом и сразу там готовлю, ну а вот, когда размораживается, я, конечно, немножечко споласкиваю, потому что, ну все равно пленки было, то есть, вот только вот из-за этого, а я, девочки, сейчас немножечко это филе вот буквально разрежу большими кусочками и замариную, пока у меня варятся мои гарниры, готовятся, я замариную в соусе, вот в таком китайском, вот, вообще-то это такое дороговастенькое удовольствие, я покупаю побольше бутылочку, она выходит дешевле у меня, но, девочки, вот любым соусом китайским вы заливаете курицу, вы заливаете индейку, вы заливаете какое-то мясо, теленка, которое мясо, которое в смысле мягкое, такое, быстрой готовки, вы не представляете, как меняется вкус и готовится вообще за 2 секунды, потом на сковороде практически без добавления жиров, поэтому это у меня пускай стоит, ему даже, вы знаете, ему даже 5-10 минут постоять и уже будет вкус вообще обалденный, и я не добавляю абсолютно никаких приправ, вот чисто соус этот китайский и всё, вот, и потом, смотрите, ну вот столько майонеза, и этого будет достаточно, сколько тут у нас, столовая ложка, уж если кому-то захочется, добавят себе, в тарелке, и вот такой великолепный салат на закуску у нас получился, с кусочком чёрного хлебушка, ммм, нямка-нямка, вот и всё, мои хорошие, так что, вот, вот вы теперь знаете мой обед, значит, индейка, замученная в соусе, китайская, на гарнир, замороженные томаты и овощи в духовке и будет картошечка мятая вилкой вместе с тыквой небольшая пирожечка, ну вот и всё, всем приятного аппетита. Мы сейчас находимся в центре метеориста, то есть здесь вот, мы видели здесь только глазные врачи, я не знаю, здесь двоек или сколько, во всяком случае, в зале ожидания к нашему врачу человек 80 лет, рандеву, который мне взял Морис когда, до 2 месяца назад, и вот сейчас он взял себе рандеву на 27 мая, офигеть, ослепнишь тут с ними, девочкой, но так и так вот каждому врачу не попасть, я вообще не понимаю, что это полиция по Франции с медициной. Привет всем, мы находимся в Экс-Сан-Провансе, я, послушайте, этот раз даже не снимала, потому что доехать до центра города, посмотрите, везде работы, девочки, перерыто абсолютно все, я говорю, мы тут сейчас ехали, это вообще просто какая-то, ну не то, что катастрофа, я вообще не знаю, вот кто здесь живет, это уже второй год продолжается, это полная попа, как говорится, и вообще нет желания даже ездить в этот город, потому что, ну это просто стресс какой-то, это вот благо, что Морис, он местный человек, он вырос здесь, он знает все абсолютно пассажи, где-то можно объехать, переехать, перекопано все, и еще у них новая фишка, они убирают все вот эти кольцевые, которые были вот разъездами, оставят везде светофоры, абсолютно все, везде на больших разъездах, я не понимаю, во-первых, это затратно, потому что, ну светофор, его нужно обслуживать, и так далее, и при светофоре, если ты там поехал, взял не то направление, вот где-то развернешься, с кольцевыми дорогами это было все просто, ну немножечко там это, ступил, затупил, раз, развернулся, лишний круг бесплатно проехал, и дальше, никогда не надо было ждать, никогда не было этих очередей, перекапано все, переделывают все, пересаживают, вырублено, какие-то новые деревья посажены, короче, вы понимаете, у меня аж настроение от этого портится, потому что, ну все, друзья мои, старая Франция, она практически не существует, поэтому мы и будем так подвизгивать, когда мы будем ездить куда-то в старые деревушки, и где-то бродить по старым частям городов, потому что больше Франции старой практически не существует, во всяком случае, у нас здесь. Девочки, мы в Карфуре, и посмотрите, вот эти цветы все, вот и посмотрите, какие хорошие королевские грани, но они же девоньки мои, сейчас покажу цену, по 4,49, посмотрите, и все вот эти цветочки, вот эти все левкои, посмотрите, белые, синие, прекрасные, все по 4,49, и это очень дорого, ну смотрю я вот на этот цветок, не знаю, что это за цветок, вот, астурист, такой ничовский, ну вот 3,99, а так вообще, конечно, цветов много, ничего на промосяных нет, вот лютики, посмотрите, лютики здесь шикарные, вот, и я даже не знаю, послушайте, я очень люблю вот эти вот, пеларгонии розовые, я себе взяла вот такую, посмотрите, какой лист, замечательный, даже не знаю, какую выбрать, я хотела купить еще луковицы, лили, как-то они у меня поперевелись все, но их не было, зато были всякие розы в горшочках, всякие розы в этих, в коробочках, растюшки разные, удобрения, и я искала лилии, поэтому, вот из того, что я вам все показываю, это просто, чтобы вам показать, мы купили одно растение, вот, японское, там какое-то, какое-то, вы увидите потом, и были георгины, были гладиолусы, были удобрения, которые мне не нужны были, а то, что мне нужно было, я ничего так и не нашла, но в следующий раз найду, девчонки, ну вот давайте я вам покажу быстренько, что мы там увидели, в этом магазине, в Карфуре, сейчас у них прям идет фуар-фуар, продают оливковые деревца, по 89, по 90 евро, в зависимости от размера, в зависимости, как они обрезаны, то есть декоративная обрезка, вот видите там шариками всякими, конечно, посмотрите, стволы очень толстые, много садов, как бы, все для ограждения, все для тоннелей, то, что мы искали в прошлый раз в Леруа Мерлен, вот здесь оказалось даже дешевле, муж мой даже немножко расстроился, и много посадочного материала, но вы понимаете, нет промассионов, и достаточно все дорого, есть вот лавровые листья, посмотрите, вот он 65 евро, но он сформирован вот таким, вот понимаете, кустиком, как бы треугольником, опять же, девочки, это деревья, которые, это вот рододендроны, куча, азалии здесь, то есть все, что вот в этот момент нужно, 31,96, если возьмешь 5 растений, то есть будет дешевле, но опять же, представляете, какие нужны, нужны иметь огороды, и вот так как у меня это все растет в горшках, я просто вот эти вот сикосы, вот сикосы, вот эти вот пальмочки, вот опять же, мандарины, апельсины, фруктовые деревья, потом, вот эти вот уже тоже пальмочки, у меня даже так, не знаю, как они называются, у меня были такие в саду, они у меня вымерзли в 11-м году, по-моему, больше я не сажаю их, и всякие, есть тут и домашние растения, вот они продают, и вот кюр, до мари, то есть сердце Марии, такое будет сердечками цвести, у меня есть одно растение, 6 евро, 7 евро оно стоило, и, ну, дороговато, конечно, для одного цветка, виды типа заячьей капусты, есть у них, ими у меня такая дикая растет, а тут вот она еще была и фиолетовая, большой выбор роз, и даже я вам хочу сказать, что если бы я знала, что такие будут распродажи на розы, я бы, может быть, и вместо того, что заказывала на сайте, купила бы здесь, то есть все розы именные, любой, на любой вкус, на любой цвет, и в горшочках они стоили по 9,96, 9, по-моему, как-то так, вот, но розы у меня посажены, поэтому больше я в этом году розы покупать не буду, но если только когда-нибудь поедем на выставку, и я вдруг загорюсь, был очень хороший выбор пионов, вот, тоже у кого есть возможность высаживать в землю, или в огромные горшки, тоже можно было бы, но пионы, вы знаете, что они начинают цвести, только на 4-й год, после того, как они пустятся в корни на одном месте, девчонки мои садоводы, розоводы, посмотрите, я купила новые пиларгоши, но вот просто не устояло, вот я перед этим люблю, когда в пиларгоне очень такой разноцветный лист, вот у меня там в теплице есть другая пиларгошка, тоже цветная, и главное, что смотрите, на со всех молодых листочках такое конечневато, а здесь такой уже какой, больше баклажановый, а цвет вот такой будет, ну, замечательно, правда же, вот, потом, смотрите, купила, Мариса очень любит гвоздики, но я тоже люблю их запах, я люблю покупать гвоздики, такие, как их называют, нэнэ, то есть, карликовые, они очень хорошо в горшке, тогда у меня стоят, месяца 3 на столе, пересаживают, ну, это обычная гвоздичка, но все равно, я ее тоже посажу в горшочек, и будет здесь вот у меня стоять в моем цветочке, у меня что-то уже девочка, посмотрите, что творится, у меня что-то уже вообще скоро, некуда будет ногой вступить, ой, хорошая такая, девочка, цветы очень дорогие, но вот эта пиларгония стоит 3,99, вот эта гвоздичка стоит 3,99, а вот такие королевы были там, я снимала вам немножко, королевы, взяла вот эту, мне кажется, у меня такого цвета нет, они по 4,49, вот, земля вся была высушена, но много уже бутонов, я их, конечно, еще в теплицу все поставлю, гвоздику можно уже и на улице держать, но вы посмотрите, что в теплицу, в теплицу, а у них бела крылка, смотрите на это, я свои там обрабатывала, а эти вот видите, как с магазина, когда приносишь, нужно обязательно обрабатывать цветы, это белая крылка, это просто какая-то напасть, но мне уже нужно обрабатывать завтра, возможно завтра, потому что завтра у меня свободный день, и мои там уже тоже нужно обрабатывать, и я тогда обработаю все вместе, потому что вот приносим всю эту дрянь с магазинов, с теплиц, а потом все сетуем, где, ой, ну прям смотрите, у меня тут уже прям такой, ой, ну этот уголок у меня, конечно, будет шикардучий все лето стоять, и вот девочка, купила я вот такой, спирая жапуника, посмотрите, до минус 15, будет квивра, оранжевые листочки будут у него осенью, цветет с июля по сентябрь, на солнце посадите, вот размер 60 на 60, можно садить отдельно, можно вместе с цветочками, мне кажется, очень красиво будет, там вот у меня с лавандой, вот это вот все, я, конечно, буду смотреть, я еще поищу место, вон там такой кустик, даже девочка, он был единственный, даже не проверила, есть ли там почки, боже мой, а не дай бог, он у меня там это, мертвый, такой уж тоже может быть, так, сейчас проверять буду, а нет, нет, вон вижу потечку, о, есть потечка, ну слава богу, слава богу, посажу у нас в следующей неделе, мы тут до конца недели, или завтра, или в субботу, ну глянем, надо место ему хорошенько найти, потому что, смотрите, он красивенький такой, правда же, не знаю, можно ли его в горшке высаживать, так, так, и вот, мои хорошие, я купила, докупила еще килограмм удобрения для роз, потому что у меня, ведь там килограмм и восемь мне не хватит, по-моему, это одна и та же марка, за 4,45 он был, и вот такую бутылку купила для своих пиларгошек, тоже их надо покормить, девочки, вообще нету никакого выбора, но вот взяла, послушайте, здесь формула МПК, это самое большое, что сегодня было, 4,6,8, ну это, конечно, вообще фигня, то есть надо кормить часто, а здесь, что у нас в розах, сейчас глянем, какой МПК, так, 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 что-то они не написали мне сразу, обычно же должны сразу писать, сколько чего, ой, они такие сейчас стали хитрые, ага, здесь МПК, смотрите, 12, 6 и 15, неплохо, и еще есть магнезий в нем, цинк есть, неплохо, вот это неплохо, и вот, девочки, я себе купила опять, получается, новая краска, завтра буду краситься, потому что мы в воскресенье же и едем на это, на цыгане, опять моей краски, нет, но взяла вот этот вот кастинг-крем, даже не знаю, оно с аммоняком, без аммоняка, ну, короче, Годжи, здесь, как это, ну, похоже на мое, ну, ладно, Марис уже пошел за водичкой, девчонки, ну, смотрите, здесь посадила по каэте, вот эти были примулы по одному евро, вот, приблизительно такого размера, и, ничего, был вчера зять, у нас, у него спросила, еще ничего особо нет, это у меня сама вот подсеялась, это, не забудочка, Анютина глазка, и вот этого, смотрите, скоро у меня гиацинты тут уже, вон лес, вот видите на улице, дома уже там прям расцвелись, смотрите, какой красивый цвет примулы, прям вообще обалденный, сюда вот тоже в башмачок посадила, небольшую, это Анютина глазку, а, ну, короче, были сегодня всякие разные цветы, все типы ромашек, желтые, белые, розоватые, вот эти остые, остые, ла-ла-ла-ла, которые я выговаривать не умею, все это было девочкой, по 4,49 все цветы, я считаю, что это очень дорого, для одного горшочка, поэтому, я еще марте месяце, знаете, все равно мы то туда поедем, то там в магазине, что-то прикуплю, так вот потихонечку буду что-то докупать, а вообще буду ждать, буду ждать, потому что все-таки у Марисовского зяца будет, 29 апреля будет, день открытых дверей, и распродажа у него там будет, и мы там будем и томаты брать, и я там тогда и цветов наберу, а у моего мужа потом уже, пускай с ними раз это, рассчитывается с ним как хочет, вот, так что, ага, давайте посмотрим нашу мимозу, нашу всеми любимую мимозу, девчонки, как я вам эту весну устраиваю на канале, вот на заходе солнца, она вот такая, хамилья тут во все открывается, тоже, примула у меня вот такая, я ее чуть не загубила в теплице, вот, она какая-то высокая, другая, ну вот здесь вот цветочки, потихонечку, девочка, ну смотрите, раскрывается, раскрывается моя камелюшка, красавица наша, давай, давай, вот здесь вот я остальные примулы маленькие посадила, ну и наша мимоза, ох ты наша золотая, раззолотая, красота ты наша, так, так, а что-то у меня, послушайте, что-то у меня пожелтел, мой самшит, а что ему надо, может его полить нужно, как вы считаете, а что это он пожелтел-то, о-о-о, только мне еще этого не хватало, чтобы мой самшитик здесь, любимый, да, надо мне постричь еще посмотреть, что случилось-то с ним, ну вот видите, все, уже вот эта камелия, которая сидит, белая, которая сидит в земле, бутоны у нее есть, вон она потихонечку будет, конечно, цвести, но вот весь лист пожелтел, какого фига, скажите вы мне, что надо было, ничего не понимаю, короче, вот так вот на земле растут это, а жасмин, гляньте, какие веточки, смотрите, сегодня был ветер, они прям тут уже так колыхались, жасминчик у меня, молодец, молодец, умничка наша, вот, ну все, девочки, солнце садится, мы съездили сегодня к этому кокулисту, ну не все у меня хорошо, мне нужно клеить на левом глазу отслойку у меня, этого чего, ну там, как оно там называется, он мне на французском рассказывал, ну, короче, старость не радость, все будет хорошо, тем не менее, ну все, мои хорошие, всем хорошего, подписывайтесь на канал, французское безу-безу, ваше провансалочек, так, мои друзья, сейчас уже 18.30, я через полчаса планировала пойти сделать прямой эфир, но это будет, как всегда, еще на час позже, девочки, смотрите, я сегодня поливала, господи, одна пыль вместо земли, это вообще, как то, что растет, короче, уже становится холодно, я пойду домой, вон собака, что-то тут стоит моя, скажем, мужа пускай отключает, идет воду, вот, ну и продолжим, работа в саду завтра, а вам всем приятного вечера, да, очень скоро на моем канале, кто не подписан, подпишитесь, будем дружить, ваша провансалочка, и французская безу-безу, ну и конечно, пойдемте, пойдемте к мимозе, сегодня у нас мистраль, поэтому все растения тут, посмотрите, прям волнуются, волнуются наши растения, сегодня и закат солнца, какой-то такой, немножко другой совсем, вот, вот моя мимозочка, она уже потихонечку, начинает отцветать, я надеюсь, что еще на недельку ее хватит, чтобы порадовать моих подружек, поэтому каждый день, каждый день, мимозовое начало, мимозовый конец, всем всего хорошего, мои подписчики, мои друзья, и всех, кто меня посмотрел, спасибо вам большое, до очень скорой встречи, ваша провансалочка. Девчонка, вчера на ночь я сделала это бурый лен, вот, я вчера заварила такой типа, как чай из одной липы, да, с нашего дерева, с липового, и замочила, потом, когда это заварилось, насыпала 3 чайные ложечки риса, я это буду протирать на ситечке, это натуральный, как бы, ботокс, и буду потом наносить такие маски по утрам или по вечерам, перед тем, как сделать основную маску, это надо будет протирать на ситечке, для таких, чтобы такие супельки вышли, но так как мне сейчас некогда, я готовлюсь к обеду, я это сделаю вечером и вам тоже покажу. Девчонки, посмотрите, я вам показывала, что я замачивала бурый лен в таком, в чайке из липы, да, можно, конечно, просто водой горячей заваривать, посмотрите, видите, вот что я хочу вам показать, короче, после того, как наш, минимум 12 часов постоит замоченной водички, нам его нужно протереть, и вот вы, вот, смотрите, хорошенько, хорошенько протираем, чтобы именно получить вот эти вот сопельки, вот, это вот самое-самое то, что называется ботокс, натуральный и так далее, вот из этого я буду делать смазки, то есть наносить на лицо, говоря, что это можно держать в холодильнике до 10 дней, вот видите, вот она, пошла такая сопелька наша, я уже делала такой курс масок, но я скажу честно, я не сделала 10 дней, я сделала дней 7, потом устала мазать каждое утро, и вот, вот чем больше мы вот надавим вот этой слизи, да, скажем так, сексуальное такое занятие, эротическое, что-то там у нас падает, падает, потом вот это все размешается, видела я маску, что добавляют еще мед, добавляют даже прахмал туда, и я ничего добавлять не буду, потом, может быть, в маленькой баночке буду разводить и добавлять, может быть, пару капелек кислот фруктовых, но вот в эту небольшую, как бы, водю, добавлять не буду, потому что, ну, зачем переводить продукты, потому что, мне кажется, здесь очень много, ой, это все останется, я не смогу использовать даже за 5-6 дней, максимум даже за неделю, там много получилось, там много получилось, надо было делать на меньшее количество водички, поэтому, вот такой, если не ленитить, у кого есть бурый лен, на самом деле, очень-очень хорошо, я же делала уже, подтягивая, добавляя садельщикой, очень хорошо, такое прям, настоящее, омолаживающее средство, поэтому, кто со мной, тот герой, как говорится, вот, больше ничего не хочет у меня выдавливаться, поэтому, смотрите, вот так вот, размешаю, ничего не буду добавлять, каждый раз, когда буду делать, буду сливать пару чайных ложечек в мисочку для масок, и тогда уже буду каждый раз добавлять что-нибудь там, допустим, ахокислоты, или ложечку крахмала, или маслица там, амарантового, и так далее, ну, об этом я буду вам рассказывать в процессе, по мере поступления наших проблем, посмотрите, так не очень аппетитно смотрится, конечно, ну, так что, девочки, красота требует жертв, опля, и в холодильник, красавицы мои, добрый вечер, девочки, я вот уже, я не знаю, я эту маску снимал, что я делала, как у меня там, ее в блоге выставили, я не могу вам сказать, но у меня есть остатки, я буду, я вам напомню, что это маска из красной глины, из мумиё, из смолы мумиё, несколько капель, там у меня было, ахокислот, то есть, фруктовых кислот, и, по-моему, я добавляла масло конопли, нет, масло авокадо, по-моему, ну, не помню я, не важно, суть в том, что у меня осталось немножко этой маски, и я решила ее использовать, потому что, ну, два дня она постояла у меня, и она чуть-чуть-чуть подсохла, и я ее, девочка, разбавила сегодня вытяжкой из бурого льна, который у меня настаивался на отваре липового цвета, ну, короче, послушайте, тут уже такое, тут все замудрилось у меня, вот, долго держать не буду, минут 10, максимум, максимум 15, да, и у меня здесь, по-моему, была жемчужная пудра для загустения, короче, уж не знаю, что там намешано, делаю уже каждый день что-то, девочка, я сейчас посмотрю в большое зеркало, потому что не вижу, не очень вкусно пахнет мумио, я хочу сказать, что все равно, вот, девочки, я заметила, по себе говорю, что вот я, когда маски делаю перед душем, то есть, вот я почищу лицо, там намажу масочку на лицо, на свое, на очищенное, потом волосы там чем-нибудь намажу, все это минут, там, 20-25 поношу на лице, потом иду в душ, мою, все смываю с волос, лица, и потом, когда вот я уже начинаю опять записывать видео, как же я выгружу, да, после маски, мне почему-то кажется, что вот после душа, вот когда вот полностью, вот мы вымыли голову, вымыли тело, мне кажется, вообще и лицо какое-то немножко другое, прям такое бодренькое получается, чем просто, когда вот вечером мы там готовимся ко сну, умываемся, вот, кстати, для масок есть время определенное, девчонки, они как-то хорошо маски воспринимаются, по-моему, до 10 утра, и потом уже, ой, приогрет, и вот уже, прошу прощения, после 8 вечера, поэтому маски там, ну, конечно, можно там какие-то экстра, в остальных случаях маски наносить в любое время, как говорится, суток, но вообще вот самое чудодейственное, это вот они оказываются после того, как мы проснулись, то есть кожа еще сама там дрихнет, да, и мы таким образом масочкой ее разбуживаем, либо перед тем, как там пойти, но уже буду выкладывать все, буду уже толстым слоем наносить, кстати, глиняные маски, девочки, нужно все толстым слоем наносить, потому что глиняные маски нельзя давать пересыхать, она тогда очень сильно стягивает кожу, и, конечно, в таких глиняных масочках нужно обязательно лежать, потому что они считаются из разряда тяжелых масок, то есть, если мы будем сидеть, то надо каким-то образом вот так вытягивать шею назад, чтобы как это, потому что если будем сидеть вот так, вот эти все наши складки под тяжестью маски опустятся вниз, окей, вот, короче, про это мумиё там такие же рассказывают чудеса, что прям кожа у нас возродится, ну давайте попробуем, чего ж не попробовать-то, нам, мы же к этому как бы истрелимся, но вот хочу сказать, что первой маской с мумиё все-таки овал лица подтянулся, ну вот овал лица, вы понимаете, он подтягивается каждый раз, когда какую бы масочку мы такого типа не сделали, другое дело, что это хватает на сутки, там допустим, на день, эффект видимый, то есть масочкой нужно делать два-три раза в неделю, а по степени их тяжести еще и чаще, ну вот, короче, все, пошла прикладываться я к подушечке, посмотрим потом вместе, что получилось, девочки, даже не знаю, что вам и сказать, послушайте, лицо вообще офигенное, ну мумиё, ну этот ботокс из бурого льна, ну этот отвар из липы, я не могу, ну вы посмотрите, лицо, ну немножечко, конечно, как нос покрасневший, естественно, ну куда же, я же все-таки почти горячей водой смывала, девочки, значит смываем водичкой теплой, потом горячей, насколько можно терпеть, и потом холодной водой, окей, ну вот, поэтому естественно, пока я тут, я и полотенчиком смывала, но все равно потом полоскалась, наклонялась, поэтому нос, естественно, значит так, протерли любой цветочной водой, любым тоником, после того, как смыли масочку, это я уже говорила миллион раз, чтобы сделать, снять все остатки там есть, если что у вас там в воде всякая кака есть, да, чтобы PH как бы выровнять, все теперь, и каждый по-своему, у кого что есть, я очень люблю на ночь, вот этот вот лосьон с сахарокислотами, с фруктовыми, он готов, это корейский, очень-очень-очень советую, если у кого-то есть возможность, это в подружке, это все продается, ну вот, девочки, его как бы надо на тампончик, но я ж не считалась, он для всяких, поэтому вообще рекомендуют просто два пшика на ладошке, и вот просто как мы сывороточку, да, накладываем, хочу сказать, что две недели, вот я им пользуюсь, мне очень нравится, очень-очень эффект, я не знаю, лицо выравнивается конкретно, потом я на ночь наношу, я и утром, и на ночь наношу сверху, в сыворотку, виши, так как я должна все-таки знать тоже эффект, тоже хороший эффект от виши, она такая, знаете, гелевая, и она чуть-чуть такая, как, ну, липковатая, можно сказать, остается, на нее очень хорошо накладывать крем, то есть он такой прям, во-первых, нужно меньше крема, экономим крем, обязательно шеечку свою помажем, вот, дальше, накладываем либо крем, этой сыворотки уже достаточно, но так как это на ночь, я еще свою 55+, таким небольшим слоем наложу, и потом уже крем, вот, у меня, короче, получается, у меня на ночь получается очень такой хороший слой всего, но зато утром я очень экономлю на всех кремах, и утром я, сейчас я накладываю виши под крем, а вообще, после тоника только дневной крем и все, потому что сыворотки, вот эти дорогущие, да, которые, мне сказал косметолог, нет смысла утром накладывать, на ночь, да, она лучше работает, это все, последнюю капельку ночного крема, и я буду, красота завтра, еще какая, девчонки, не вижу практически ничего, вот смотрю, вижу очертания лица, ну там в зеркало ушами, там видно, я же сегодня была у этого, у окулиста, будут милазером, приклеивать на зад мою сетчатку, во вторник, на левом глазу, закапывали мне какие-то капли, ну я так понимаю, типа, атропина, я уже немножко сейчас начинаю видеть, конечно, но вот сейчас, вот я смотрю, вот как бы камеру, я вижу намного, намного хуже, чем, допустим, обычно, вот, но, тем не менее, за лицом ухаживать нужно, что я и сделала, и все, сейчас, вот только губки помажу, и пойду я влюлю, пойду я отдыхать, устала немножко, все, мои хорошие, ваши провозалочки, всегда с вами, любите себя, ухаживайте за собой, и все у нас будет хорошо, французская, до очень скорой встречи, Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры подогнал «Симон»